Добрый вечер, уважаемые рязанцы! В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Сегодня в кресле гостя поэт-современник Анна Бобровская, которая сейчас работает над новым интересным арт-проектом «Мой милый мальчик». Это иллюстрированный сборник стихов в открытках. Но чтобы творческий замысел удался, участницам необычного эксперимента нужна помощь. Что это за проект? Кому он будет интересен? И что для этого нужно тебе самой? Очень давно мне задают вопрос, где можно тебя почитать, есть ли у тебя сборник своих стихов, где можно найти все то, что накопилось за все это время. Найти, к сожалению, почти нигде нельзя. То есть это есть где-то в социальных сетях, но такими кусочками, урывками это надо искать. Вот. Поэтому однажды мы с... У меня же есть свой проект «Поэт-музыкант», в котором я исполняю свои стихи и стихи классиков «Подживой виолончель». Вот. И есть у нас еще такая замечательная подруга, художница Маша Карагодина. В общем, мы втроем собрались как-то на кухне, и как-то нам было очень-очень хорошо. И мы подумали о том, что момент остановить очень хочется. И как все это соединить вместе и поэзию, и музыку, и художественное какое-то начало. И родилась у нас такая идея сделать открытки в таком формате открыток, на которых будут изображены какие-то зарисовки, рисунки на тему стихотворения, которая будет на обратной стороне. Такой наш общий проект на троих. Поэт-музыкант Анна Бобровская и Маша Карагодина. До свидания, друг мой. До свидания. Милый мой, ты у меня в груди. Предназначенное расставание обещает встречу впереди. До свидания, друг мой. Без руки, без слова. Не грусти и не печать брови. В этой жизни умирать не могу, но и жить, конечно, ненавижу. Я слежу за твоим творчеством, особенно в социальных тех же страничках. Действительно, это интересно. Но вот хочется у тебя самой спросить, какие зрители приходят, на что они приходят? На твои произведения, на произведения классиков? Что сейчас вообще востребовано? Потому что создать эту атмосферу, которая будет интересна, в наши дни непросто, когда всё компьютеризировано. На самом деле непросто. И публика совершенно разная. Абсолютно разная. Мы бываем в разных местах, ездим по городам. Недавно были в Казани. Вот если брать Казань, эта публика восхитительно чуткая, заинтересованная, она внимательная, она отзывчивая. И мы читали час-двадцать, где-то у нас идёт программа, всё это, разумеется, под виолончель, есть какие-то стихи, которые просто звучат. Они перетекают в настроение, и люди вместе с тобой следуют за этим настроением, они меняются, у них меняются глаза, меняется какая-то картинка. И в итоге, когда в конце, после часа двадцати поэзии, это сложно. Это очень непросто. Очень непросто. Да, шёл блок нашей поэзии. Там драматургии бешеные. Драматургии бешеные, да, потому что накал страстей, он растёт, мы выстраиваем программу специально по нарастающей, поднимая разные темы. А второй блок – это как раз классики. Ахматова, Цветаева, Бродский. И мы после всего вот этого часа двадцати ещё сидели полтора часа, просто разговаривали. Ну а старое всегда приятно услышать, потому что люди сидят и вместе с тобой голос, прям слово в слово вспоминают какие-то любимые строчки. И от этого, я не знаю, молнии летают. И потом ещё публика сама начинает тебе читать стихи. Шапку лётную, глифе, кресло-качалку, пить глинтвейн и иногда горевать о прошлом. Гладить огромного грустного пса и быть на него бесконечно похожей. В первую очередь мы всё-таки собрались, чтобы помочь поэту. Да. Расскажи, чем? История такая. Сейчас на самом деле очень сложно, любому поэту очень сложно, потому что издательство, в них не пробиться. То есть единственный вариант практически – это сам издат. Сам издат просит средств, безусловно. Поэты, как всегда, у нас народ не самый богатый. А в отличие от того времени, когда это было принято, а сейчас уже не принято, меценатство, когда люди, обладающие возможностями, помогали поэтам, художникам взращивать искусство. Потому что деньги-то они не вечно, к сожалению, а искусство вечно. И это такая очень тонкая история, которую не все понимают. Сейчас важнее купить себе новую кофту, чем помочь кому-то. Мы просим помочь нам, кто чем может, кто-то может финансово, кто-то может информационно, кто-то может, я не знаю, просто каким-то добрым словом. Как это сделать? Куда прийти? Что почитать? Где зарегистрироваться, может быть? Мы создали свой проект на планете.ру, это как раз специальная такая платформа, где люди фиксируют свои проекты и предлагают их людям к рассмотрению. Но любая помощь, она не впустую, то есть мы не просим просто так дать нам денег, просто потому что мы хорошие, красивые и талантливые. Да, там есть куча акций, которых мы придумали в ответ на ту сумму, которую человек хочет подарить, отдать, чем-то помочь. То есть можно купить этот сборник открыток, который называется «Мой милый мальчик», купить их заранее, до того, как они появились, но просто для того, чтобы они появились. Вот, и можно, не знаю, купить себе сумку авторскую, которая будет неповторимая, уникальная, будет с принтом как раз... Вы как люди творческие, очень творческие, подошли к решению этого вопроса. И принт этот будет такой же, как и одна из открыток этого сборника. Будут классные модные шапки с нашим логотипом, который не будет являться ничем лишним, но они, в общем, все стилизованы, все уникальны. Можно купить бутылочку белого сухого, не называем чего, с набором открыток, это называется набор поэта. В общем, там очень много всяких акций и соизмеримых, как бы, тем средством, которые человек хочет нам подарить, а мы в ответ хотим быть благодарными и отдать то, что можем мы отдавать, творческие люди, а что можем отдать. Сейчас уже есть какие-то подвижки в эту сторону? То есть люди приходят, звонят, спрашивают, чем помочь. И самое главное, сроки ограничены, это важно. Да, сроки ограничены. Это два месяца. 200 тысяч нам нужно собрать за два месяца, но уже чуть поменьше. Вот сейчас мы собрали 12%, это 23 тысячи, в принципе, за пять дней. Но мы все смеемся, что это были самые легкие 23 тысячи. Да, 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 да. А потом пойдет в артиллерию такая уже тяжелая задача, потому что, на самом деле, объяснить людям и дать им понять, что... Что это не впустую. Одно дело – помогать больному. Да, тут стихи, тут совершенно принципиально разные вещи, но и то, и то, оно имеет тоже свою значимость и свою цену, правильно? Да, интернет – узкая площадка. Людям не интересно читать долгий пост в интернете. Они на первых пяти предложениях уже устают, им хочется идти дальше. В пяти строчках невозможно передать, что ты хочешь, что ты за это хочешь и вообще, что ты собой представляешь. Потому что, ну, какой-то поэт, какая-то там Бобровская, какие-то еще художники, музыканты что-то хотят, какой-то мальчик. То есть все это... Вопросы у людей возникают, а ответы очень сложно дать. Вот мы сняли видео, которое, в принципе, отражает все содержание и поэзии, и проекта, и музыки, то, какие мы, в принципе, есть. И это важно. И, опять же, показать его тоже очень сложно, потому что людям нажать на кнопку, вставить ухо в наушник, послушать, посмотреть непросто. Хотя образы, через которые мы работаем, музыка, через которые слова... Это надо любить в первую очередь. Это нужно любить. Хотя сейчас поэзия становится очень модной. Той весной Я была зажата А теперь Мне почти все равно Будешь прятать под брови мысли Запираться на все засовы Мы теперь Почти не знакомы Поэзию продвигают, ну, продвигают, и поэтому создают какие-то интересные прецеденты по этому поводу. Но помогать поэтам Не помогают. Очень сложно. Поэтому поэт человек такой Очень ограниченный, в общем, в своих возможностях Он несет в себе какую-то большую величину А иметь возможности донести ее, вот, как правило, не имеет Я очень надеюсь, что эти 10 минут чем-нибудь помогут тебе, твоим замечательным, талантливым коллегам Мы бросили клич, это самое главное Уважаемые телезрители, если вы хотите помочь поэту, вы можете обращаться и на наш сайт город62.tv Или звоните по телефону редакции 720020 и 720021 Все ваши предложения мы передадим автору И, я думаю, найдем общий язык Это была программа подробностей До встречи Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин